Вышла iOS 17.2.1. Обычно перед Новым годом Apple не выпускает обновления, а тут нас порадовали свежие системы. Давайте посмотрим, что там нового, что исправили, что добавили в новую iOS и стоит ли на нее обновляться. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, это важно и огромное вам за это спасибо. Также подписывайтесь на канал и обои из видео есть в Телеграме, ссылка на которые в описании. Начнем с веса обновления. В зависимости от вашего устройства обновление весит примерно 250 МБ. Это очень немного, поэтому больших изменений здесь точно не ждите. Интересная вещь произошла в логе обновления. Это вот этот текст, который в обновлении ПО показывает, что там нового. У нас просто написано, что исправили какие-то ошибки и на этом все. Но в Японии вышел вот такой текст, если мы его переведем, то видим, что тут Apple поработала еще и с батареей. Пока что непонятно, это баг каких-то серверов или Apple действительно там поработала с батареей, а у нас не поработала. Но мы будем смотреть позже. Скорее всего, просто какая-то чья-то ошибка. Содовый модуль на новой версии работает отлично. Проблем с сетью нет, принимает сигнал хорошо, интернет не отваливается. Ваш отзыв можете написать в комментариях. Но перед этим небольшая интеграция, в которой я хочу показать очень полезное приложение, которое стоит скачать на ваше устройство. Программа называется RecVideo. И это браузер для просмотра видео и прослушивания музыки с различных популярных медиаресурсов. После скачивания этой программы вы найдете много интересных функций и возможностей. Здесь есть домашняя страница браузера с поисковой строкой и закладками для навигации по различным сервисам. Введя поисковой запрос в поиск, приложение выдаст вам результат. Дальше вы можете перейти на сайт, читать статьи, воспроизводить видео или слушать музыку. Если я, например, зайду на Twitch, то мы видим у нас доступная картинка в картинке, также имеется фоновое воспроизведение. Эти функции доступны для всех оптимизированных сервисов, которые есть внутри приложения. Интерфейс приложения очень простой и интуитивно понятный. Внизу есть кнопки для навигации. Если нажать на три полоски, вы откроете больше настроек для сайтов. И тут, кстати, есть кнопка настроек. Перейдя сюда и зайдя, например, в основные, вы сможете переключить тему данного приложения. Программа работает как в светлом, так и темном режиме. Зайдя в воспроизведение, вы можете настроить качество воспроизведения для разных типов соединения. Для мобильного интернета и для Wi-Fi, например. Здесь же настройки картинка в картинке и можно включить таймер сна, чтобы приложение выключалось через какое-то время. Я бы хотел рассказать больше об этой программе, но весь функционал вы узнаете после установки. Приложение бесплатное и ссылка на него есть в описании. Теперь о новых функциях и исправлениях 17.2.1. Как мы поняли из лого обновления, здесь только пофиксили баги, которые были в системе. Тут даже нет никакого упоминания багов безопасности. То есть в плане безопасности 17.2 была отличной системой и 17.2.1 эту безопасность не трогала. Apple работала чисто над теми багами, которые до сих пор остаются в iOS 17 и исправляли их, чтобы система работала стабильнее и адекватнее у каждого пользователя. Так как на конце есть единица, поэтому здесь больших изменений точно нет. Я думаю все уже знают, если в конце есть один, два или три, то Apple в такие системы не добавляет ничего масштабного. Исправили баг, связанный с погодой, когда на виджете погоды не отображалась никакой информации или геолокация могла измениться сама. После обновления на 17.2 это появилось у некоторых людей, потому что Apple туда добавила новые прогнозы погоды, более детальные на каждый день. Соответственно немного поломало у некоторых людей само приложение. 17.2.1 это должны были исправить, погода отображается нормально. И вот такой картины, когда просто пустой виджет погоды уже не должно быть. В коллаборации в плейлистах фишка, которая должна была появиться еще в 17.2, 17.2.1 не появилась. Это когда вы можете создать плейлист и вдвоем там с вашими друзьями или членами семьи этот плейлист заполнять. То есть такая коллаборация. Говорят это отложено до 17.3, потому что пока что этого нет в iOS, даже намека никакого нет. Поэтому в этом году мы точно не увидим эту функцию. Еще в прошлых версиях был баг, связанный с Wi-Fi. Когда устройство не подключалось к точке доступа Wi-Fi или отваливалось во время использования. Как пишут на Reddit, у некоторых людей эта проблема ушла вместе с установкой 17.2.1. Поэтому если вы сталкивались с такой ошибкой, обязательно попробуйте эту версию и напишите в комментариях, как у вас работает модуль Wi-Fi. Еще недавно мы общались с подписчиком в Instagram. И он заметил интересную вещь, связанную с геолокацией. И честно говоря, я не могу понять, это баг или так и должно быть. Потому что если мы зайдем в настройки, конфиденциальность и безопасность, перейдем в службы геолокации и опустимся в самый низ, где системные службы. И тут еще раз в самый низ. Тут есть показ значка геолокации в статусе сверху. Если я его включу, у меня этот значок горит постоянно. И у подписчика точно так же. То есть система, даже если тут все полностью выключено, по-любому общается с сервером и передает геолокацию устройству. Можете проверить у себя на устройстве, появляется ли этот значок точно так же у вас на постоянной основе. И связан ли он именно с системными службами. Даже если у вас здесь все выключено. Просто непонятно, это какой-то баг или так просто работает система iOS у всех. Просто если в системных службах все выключить, то не должно быть никаких значков. Но тем не менее, значок тоже есть у человека на устройстве. И это не совсем хорошо. Потому что если вы не хотите, чтобы система использовала геолокацию, она это делает, то, как вы понимаете, это происходит без вашего ведома. Еще в 17.2.1 исправили баг, связанный с приложениями. В особенности со стандартными. Если какую-то из стандартных программ вы удалили, почему-то она полностью пропадала из App Store, и вы не могли ее переустановить. Этот баг появлялся на некоторых устройствах, то есть не повсеместно. Но тем не менее, Apple этому уделила внимание. И программы должны устанавливаться нормально на всех устройствах, с которых они были удалены. В целом, это все критические баги, которые Apple исправила в 17.2.1. И стоит ли обновляться на эту систему, что там с производительностью и аккумулятором. В плане производительности система похожа на 17.2. Там не было никаких проблем, система отлично себя чувствовала. Анимации хорошо воспроизводились на iOS, и никаких проблем в работе системы не было замечено. Поэтому, если вам важна производительность, то в принципе на 17.2.1 тоже можно обновляться, и все у вас будет с этим хорошо. Устройство не греется, батарейка чувствует себя нормально, на один день активного использования устройства хватает, и никаких проблем с аккумулятором нет. То есть, действительно, клон 17.2, в котором просто пофиксили некоторые баги и ошибки, которые были в корне iOS. Касательно того, стоит ли обновляться, я бы ставил, потому что если вы уже на 17.2, можно идти до самого конца, хуже быть не должно. Но если у вас на 17.2 все работает отлично, вас устраивает как держится батарея, как сама работает iOS, то 17.2.1 можно пропускать и ждать 17.3, которая будет когда-то там в январе следующего года. Так что, ребят, вот такая вот получилась система, ничего нового, но тем не менее, хорошая работа под капотом iOS и исправление ошибок, которые были в системе уже давным-давно. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok